Итак, здорово, ребятки! Сегодня я покажу вам очень классный эффектный фокус с картами, ну а потом, конечно же, обучу. Но для начала хотел бы вам порекомендовать два очень классных видео на моем втором канале. Это топ 5 геймерских мышек за 3 доллара и также еще топ 10 крутых товаров. Короче, ссылочки я оставлю в описании, переходите на них. Видео очень интересные и крутые. Если они вам понравятся, обязательно поставьте лайк, напишите продолжать, не продолжать. Если не понравятся дизлайки, почему именно они не понравились. Также еще можете подписываться на тот канал. И теперь давайте приступим уже и к этому фокусу. Но очень важно, поставьте этому видео лайк. Вот прямо сейчас. Нажали на одну кнопочку. Вам, понятное дело, это ничего. Для меня это очень важно и знать, что вам нравится, что вам не нравится. Короче, погнали. Также еще я отвечаю обязательно на комментарии. Вот первые комментарии, которые появляются под этим витосиком. Вот отвечаю, можем общаться. Короче, погнали. Но не на все отвечаю. Итак, для этого фокуса нам понадобится вот такая вот колода карт. Самая обыкновенная. Показываем зрителю. Все карты абсолютно разные. Ну и теперь, что мы делаем. Подснимаем несколько разочков и просим зрителя сказать стоп. Смотрите, я сейчас отворачиваюсь и показываю вам вот эту карту. Вы ее запоминаете очень четенько. Запоминайте обязательно. Я ее не вижу. Не вижу. Я вот отогнулся. Еще у меня голос такой странный стал. Все. Запомнили? Мы ее задвигаем куда-нибудь в центр. Показываем зрителю, что действительно это центр. И еще несколько разочков подснимаем. Еще разочек подснимаем. Показываем то, что сверху у нас не карта зрителя, снизу тоже. Что мы теперь будем делать? Я буду находить вашу карту необычным способом. Мне поможет вся абсолютно колода карт. Начнем с того, что мы будем так сдалека заходить. И я буду отсчитывать карты. И определенные карты будут указывать на вашу карту постепенно. Вот смотрите. Первую карту, которую я достану, она покажет на цвет вашей карты. Ну вот смотрите. Берем, так вот листаем рандомные карты. Давайте вот эту возьмем. Эта карта покажет цвет. Ваша карта черная. Первая. Карта у нас готова. Следующая карта, которую я выберу, покажет значение вашей карты. Я думаю, не это, не это. Давайте вот это. Ваша карта туз. Туз ваша карта. Черный туз. И теперь последняя. Это, конечно же, масть. И чтобы узнать масть, мы берем и отсчитываем. Не знаю, сколько карт. Вот. Не знаю. Мне хочется. Следующая карта. Это будет. Вот будет. Вот это масть. Пожалуйста. У вашей карты получится черный туз. Туз пик. Правильно? О, правильно. Лайк нужно поставить. Ну и последний этап. Это, конечно же, найти вашу карту в колоде. Для этого нам потребуется всего-навсего отсчитать. Т, У, З, Туз, П, И, К. Туз пик. И это у нас Туз пик. Шикарнейший фокус. Да безумие простой. Без каких-либо сверх техник. Просто берете и повторяете. Даже если вы супер-пупер новичок. Итак. Для этого фокуса вам необходимо укомплектовать карты. И вам необходимо также еще выбрать ту карту, до которой вы будете приходить. Я, например, выбрал Туз пик. Вы можете выбрать Девять червей, Валет крести. Абсолютно любую карту. Но мне почему-то захотелось именно Туз пик. Что вы делаете? Вы выбираете эту карту. Откладываете пока в сторонку. Теперь отсчитываете картами эту карту буквенно. Вот так вот. Т, У, З, П, И, К. Например, мне нужно 6 карт, чтобы полностью это все отсчитать. Далее. Вы берете 3 карты абсолютно разные, которые будут указывать на эту карту. Например, если вы взяли пик. То желательно, чтобы не повторяться. Берете крести, чтобы указать цвет вашей карты. Далее. Чтобы вообще круто было. Вы показываете красным Тузом, например, значение вашей карты любым. Ну и последний, это пик. Конечно же, берете любую карту. Если, конечно, вы берете, например, большую карту, то желательно контрастно взять маленькую. Я, например, взял троечку. Здесь же у нас идет Туз. Так. И вот это все вы должны укомплектовать. Как эта укомплектовочка проходит? Берете всю колоду. Я советую еще для новичков взять джокер и вот так вот уголочек. Где тут он есть? Сейчас я вам покажу. Самому, конечно. Вот. Вот этот уголочек один берете и вот так немножечко изгибаете. Нижний, правый. Для чего вы потом увидите. Кладете вот этот джокер, немножечко согнутый. Теперь. Вот эти вот целых 6 карт. То, что мы будем отсчитывать Тузе, пик. Кладете сверху. После чего мы кладем пик. И далее вы выбираете определенное количество карт, которые вы будете отсчитывать. Можно, например, выбрать 3, 3, 3. Вы будете отсчитывать 1, 2, 3 карта-указатель. 1, 2, 3 карта-указатель. И 1, 2, 3, например, и карта-указатель. Можно сделать 3, 4, 3. Отсчитали 3 карты, карта-указатель. 4 карты, карта-указатель. У меня, например, такая схема. 3 карты, карта-указатель. 4 карты, карта-указатель. И 5 карт. И потом идет карта-указатель. Что мы делаем? Вот мы берем, кладем, что мы тут положили, троечку пик И сверху кладем 5 карт Это как у меня, например, 1, 2, 3, 4, 5 И давай вот так кидаем сверху Теперь поехали дальше Значение кладем сверху И сверху отсчитываем 1, 2, 3, 4 карты После чего кладем нашу черную карту, которая укажет на цвет карты И потом еще кладем вот эти вот 3 карты сверху И в финале мы берем и вот этого туза сверху кладем Мы его будем навязывать зрителю с помощью абсолютно любого вообще навязывания, которое вы только знаете Знаете вот такое вот навязывание снизу? Берете, навязываете карту Вот, например, вот так взяли и показали зрителю туза Но самое главное это то, что вам нужно будет потом засунуть вот эту карту четко над нашим Джокером Заранее согнутым Например, мы берем, используем вот такое навязывание Стоп, зритель говорит Мы берем вот так резко карту, слистываем И откидываем в сторону Пока зритель ее смотрит, запоминает В общем, у меня на канале есть очень классное видео Вот такое вот, где я показываю очень много способов навязывания Переходите туда, смотрите на канале Пишите навязывание в поиске И там будет видосик Очень старый, но я думаю его уже перезаписать И пока зритель, в общем-то, отвлекается на это навязывание Ну, точнее, на свою карту Он ее запоминает Мы берем и хорошенечко Оп Вот так вот делаем зазорчик Куда мы должны засунуть нашу карту То есть вот этот зазорчик И вот наш согнутый Джокер Мы берем карту у зрителя И засовываем сюда Без проблем Его карту Далее раскрываем ленту Показывая то, что карта в центре И даже для чистоты фокуса Можем попросить его Взять и своей ручкой Прям засунуть туда этого Джокера Вот говорим, вот задвинь, пожалуйста, его и все После чего вам необходимо Ложно подснять Берем, например, самое простое Ложное подснятие Вот так вот Отсчитываем больше нашего Джокера Раз Потом ставим мизинчик легонечко Два подсчитываем Вот так вот указательным пальчиком Три-четыре И в конце концов одну карту Вот это с брейка все скидываем Получается, вот наша карта Еще давайте разочек Взяли Отчитываем Раз карты Два карты Три карты Сверху, например, взяли, кинули И потом Зазорчика все подсняли Теперь мы начинаем Объяснять зрителю Что сейчас будет происходить Как это объяснять Это уже ваша фантазия Вы можете сами все тут придумать Распридумать Ну вот, например Мы сейчас будем выбирать Вашу карту с колодой Но необычным способом Первую карту, которую я выберу Например Она покажет цвет вашей карты Потом я выберу карту Которая укажет значение Вашей карты В конце мы выберем Карту, которая покажет Масть вашей карты И таким образом Вы начинаете Это все проделывать Как у меня Три-четыре-пять Первая карта Я скидываю Вторая карта Третья карта И потом Первая карта Это цвет Девятка крести Пожалуйста Только очень важно еще Делайте Такое вот Очень задумчивое Лицо свое Чтобы зритель видел То, что вы Будто бы действительно Перебираете Каждую из этих карт Мы помним Во втором У меня заходе Уже здесь Четыре карты И теперь Туз у нас идет Который покажет Значение Очень важно То, что вы Не должны Четко Явно отсчитывать Раз, два, три, четыре Показали карту Раз, два, три, четыре, пять Показали карту Нет Говорите Я думаю Может это Нет, нет Вот это я думаю Вот это будет Ваша карта Масть Не масть А значение Вот он говорит О да У меня туз Да Ну и в конце концов Пять карт Вы отсчитываете Два, три, четыре, пять Не так явно И говорите Это покажет Масть вашу То есть у нас есть Черный Туз Пик Он говорит Да Действительно У меня туз Пик Потом вы это все Убираете И финальная стадия Когда у вас уже подготовлены То Уз Пик И вот наш туз Пик И мы говорите Теперь осталась последняя стадия Чтобы найти вашу карту Мы будем делать это все очень просто Просто Отчитываем Буквенно все ваши значения в карте Т У З Туз И П И К Туз И пожалуйста Ваша карта Вот так вот можно Очень круто и эффектно Удивить своего зрителя Фокус крайне прост Но как мы понимаем Он делается с большой подготовкой И к сожалению Где нибудь Прям вот вообще Взять и быстренько подготовиться Но как мы видим Практически не получится Это если вы там Отойдете Например в туалет На минут 15 Подготовитесь И потом придете Уже будете готовы Показывать фокус Но опять же Как советы И какие здесь могу вам дать Обязательно Если вы вообще прям новичок Подогните себе Джокера Который укажет вам место Куда совать карту зрителя Также еще Обязательно Научитесь красиво навязывать Навязываний Есть очень много Различных вариаций Ну вот смотрите Берем например Двоечку навязываем Снизу колоды Вот так вот Раздвигаете лесенкой И когда раздвигаете лесенкой Карты Нижнюю карту Вот так вот Продвигаете Вправо По максимуму Здесь ручкой Прикрываете все Зритель говорит В любом месте Стоп Мы это все Вытаскиваем Где он сказал Стоп А эту карту Мы оставляем Подровняли все И перевернули Показали зрителю Будто бы вообще Вот ничего мы не делали Но на самом то деле Именно эту карту Мы ему и навязали Короче говоря Ребята Вот такое видео Здесь уже где-то Обзорчик должен вылезет Ставим лайки Подписываемся на канал Пишем комментарии Что вас интересует До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok